Новости на государственном телеканале Западной Армении. Здравствуйте! Сегодня в эфире уроженцы Западной Армении Саркис Касян. Вопросы армян в Западной Армении. Площадь Пунсе, Национальное собрание Западной Армении, почтила память жертвенацида, совершенного против армян. Степан Акер считает полную ложу утверждением Баку о том, что артсакции спокойно проходят через азербайджанский КПВ в Аркари, издательство Западной Армении. Азербайджанская сторона отвела войска с некоторых участков приграничной зоны Сюника. Национальная культура Западной Армении – танец по кури. Саркис Касян родился в 1876 году. Отец – учитель, купец Ованес Тер Каспарян. Семья переезжает в Баку. До 1900 года Касян учился в Баку, далее продолжил учебу в Европе. Окончил Лепцигский институт торговли, далее факультет философии Берлинского университета. В 1906 году Касян, Людвиг Нунян и Петрос Мацаканян основали первую большевистскую газету на армянском языке «Голос рабочего». Перевел с немецкого на армянский манифест коммунистической партии Маркса и Энгельса «Принципы коммунизма Энгельса». По инициативе Степана Шаумяна издает в Тифлисе газеты «Кайт» и «Норхоск». Участвует в издании русского издания «Листок копейка» со спиндаряном. В 1914 году с Буряном и другими большевиками издает в Тифлисе ежедельную газету «Наше слово». В 1919 году принимает участие в сентябрьском нелегальном совещании Организации большевиков Армении. В первой нелегальной конференции в январе 1920 года избирается президентом Арменкома. Лидером советской Армении был всего несколько месяцев. Именно в это время, в феврале 1921 года, произошло убийство нескольких десятков армянских деятелей и военных топором в ереванской тюрьме. 1920-30 годы занимал высокие посты в составе Андерфедерации Армения, Грузия, Азербайджан. Убит в 1937 году, став жертвой сталинского террора. Что изместно арминоведению о знаках письма Хазера армянской средневековой музыки? Речь не только о происхождении слова. По словам Моряча Ачаряна, слово Хаз заимствовано от кавказских языков и означает линия, письмо, звукозаписывающий знак, линии, колонии, рук, трещина на кончике стрелы. Возможно, что именно кавказские языки заимствовали у нас. Говорят, что если один слог был выражен одним или двумя Хазом, над строкой записывались Хазы. Также в строке, если Хазов в одном слоге было много. Известно, что в Хазы широко включены знаки армянского препинания и тире. Хазы представляют сложную и составную систему музыкальных знаков, имеющую 3-4 подсистемы. Предполагается, что каждый из них был сформирован для удовлетворения музыкальных потребностей данного исторического периода, став основой до следующего исторического периода. Все они переплетены, образовав сложную и целостную систему. Хазы включают три связанных акцента и три музыкальных системы, сформировавшиеся с 8 века. Происхождение первоначальную реализацию идеи связывают с именем Степаноса Сюнетти. Не исключено, что оно имеет более глубокие корни. В дальнейшей разработке и развитии Хазов участвовал армянский ученый 8 века, певет-исполнитель духовной музыки, музыкант-создатель Грикор Арзик Ари Ванетти. С научной целью отправился в Афины, сотрудничая с Степаносом Сюнетти, изучив Библию и ее толкование, ознакомившись со старыми новыми учениями философии. Грикор Грзик долгие годы трудился в одной из пещер Блис Айри Ванка, где и скончался. Считавшись чудотворцем Айри Ванка, на его могиле была построена часовня. Произведения обработки были обобщены в составленных позже сборниках под названием «Манрусум» и «Хазгирк». Дальнейшие в разработке и развитии хазографии свой вклад внесли следующие. Считается, что в первой половине XIX века еще были люди, умеющие читать хазы. Основная часть ученых против переноса проблем хазы в духовно-мистическое поле, считая, что проблема является чисто научной и решаемой. Теоретически, перспективы ее решения есть. По сей день хазы расшифрованы лишь частично. Как армянские, так и зарубежные хазологи не осуществляли последовательной работы в данной сфере. Речь не о работе одного из хазагеттов Камитаса. Вопрос о том, сколько поколений хазологов мы, армяне, вырастили, которые попытались работать и выявлять, дойдя до следующего этапа. Несколько поколений хазологов по этапных исследованиях не проводили. Преданные хазологи этой области занимались изучением хазов отдельных от предшественников на 10-50 лет. В некоторых случаях независимых друг от друга. По просьбе Национального собрания Западной Армении, министр иностранных дел Республики Западной Армении Лидия Маркусян в понедельник, 24 апреля в 11.00 возложила венок на площади Понсе. В дополнение к памятной Дании с национальным призывом к восстановлению, относящемуся к Северскому международному пакту 2020 года, выступила министр Лидия Маркусян, напомнив, что с 1894 года армяне не перестают быть жертвами незаконной оккупации и злоупотреблений, что также происходит сегодня со стороны турецко-азербайджанских вооруженных сил. Арцахцы спокойно проходят через азербайджанский КПП на мосту Анкари. Пакинские СМИ распространяют кадры с заголовками, в которых женщины и дети стоят в очереди на паспортном контроле. Это уже второе видео. Есть одна разница. В первом КПП азербайджанские мужчины, во втором – женщины. Так называемый КПП непреремлемым до народа Арцаха. Это мнение ни одного человека и ни двух. Это мнение нашего народа, сообщил радио Азатутюн, защитник прав человека Арцаха Геам Степанян. Обусмен Арцаха подчеркнул, власти Баку хотят показаться вежливыми, показав, что именно в этом и заключается интеграция. Это полная ложь и фальсификация. Лично я во время различных встреч и обсуждений всегда подчеркиваю это. То обстоятельство, что люди передвигаются в сопровождении миротворцев и Красного Креста уже говорит о том, что нарушено право на свободное передвижение. На кадрах видна машина российских миротворцев, перевозящая арцахцев. Два дня назад возобновили переезд людей, но сдающихся в возвращении в Армению и Арцах. 28 человек приехали в Армению, 27 вернулись в Арцах. Предполагается, что съемки были сделаны именно в это время. На данный момент в гостинице Гориса – 132 жителя Арцаха, которые ждут своей очереди. После оккупации Западной Армении успехи и преимущества коренных народов различной религиозной преднадлежности в процессе тюркизирования и исламизирования были либо полностью проигнорированы, либо унижены. Информация об этом в нескольких строках указана в официальных учебниках истории. Пишется, что обучение печатной машине, являющейся одним из важнейших инструментов научно-культурной жизни, впервые начало применяться в турецком государстве в 1719 году, почти через три столетия после изобретения Гутенберга. Однако печатный станок использовался армянами в Османской империи задолго до турок в 1567 году. Первые армянские газеты, созданные армянской интеллигенцией, были Штемаран, Патанеги Тельят, Аршалузь Араратян и Хайрен Асер, издавшиеся в Измерии с 1839 года. Согласно данным, представленным специалистами и историком армянского языка Барсегом Тугладжаном, количество изданных на армянском и турецком языках газет и журналов, которые были напечатаны. В 131 армянской типографии Константинополя из 61 сельской местности достигает 598. Число греческих, армянских и еврейских газет сегодня не достигает и 10, что является показателем того, что ни турецкое, ни мусульманское население было уничтожено в результате продолжающегося до сих пор геноцидов и депортации. Сопротивляясь буре уничтожения, отрицание 5 апреля 1996 года первая двуязычная газета «Акос», издающаяся на турецком и армянском языках, с той же решимостью продолжает борьбу против отрицания геноцида. Во имя свободы и демократии, независимо от того факта, что основатель газеты «Гранд Дек» был убит 19 января 2007 года фашистской пулей. Отметим, что кроме оккупированной Западной Армении, в Республике Армении и на всех континентах, где проживают депортированные армяне, издаются многочисленные армянские газеты, журналы и книги. В Сюникской области азербайджанская сторона отвела войска с некоторых участков. Об этом на брифинге в Национальном собрании заявил губернатор Сюника Роберт Гукасян. Однако, четкую информацию местности не указал. По словам губернатора, на данный момент работы по демаркации границы еще не начались, следовательно, сообщить каких-либо подробных сведений под части проводимых в этом направлении работ не можем. Касаясь вопроса о характере инженерных работ армянской и азербайджанской сторон, приграничной зоне Гукасян отметил, это инженерные работы, оборонной сферы, не может быть и речи о проведении какой-либо границы. Жители приграничных населенных пунктов часто поднимали вопрос необходимости вооружения для самообороны. Однако, по словам Гукасяна, необходимости вооружать приграничных сельчан нет. Роберт Гукасян отметил, на данный момент около 50 семей общины ТЭХ Сюникской области имеют проблемы с принадлежащими им пахотными землями. По его словам, этому препятствуют два обстоятельства. Первое – продвижение азербайджанцев, второе – размещение армянской армии. По его словам, жители, не имеющие возможности ехать на свои территории, получат поддержку нереализованных доходов в этом году. Папури, пампури, пампурик, пампурик – танец в различных региональных вариантах. Танец танцуют в Анне, долине Муша, Багеши, Бетлисе, Сосуни и в большей части Армянского Нагоря. Существует множество вариантов танца, следовательно, название. Эта версия папури – традиционный мужской танец в деревне Хоргом, ныне Тилькая. В 1939 году танец впервые был представлен в Нью-Йоркском обществе армянских народных танцев Аршака Муратяна, дяде известного художника Аршила Горки Атуян. Танец продолжают танцевать в смешанных рядах армянских колоний США, пополняя список танцевальных групп Республики Армения. И в завершение новостей послушаем музыкальное произведение. Субтитры создавал DimaTorzok Такими были новости на сегодня. Всем мира и добра!